Дорога нуждалась в этом давно, привели в порядок и набережную. Из 200 автомобилей 33 неисправны. Таковы результаты рейда ГАИ на популярных для джиппинга маршрутах. 75 тысяч сочинцев получают серую зарплату. От этого пострадают и работники, и нерадивые работодатели. От буны до буны, несмотря на возраст и звание, в Сочи отметили День пловца. День пловца. Всего же в судах рассмотрели около 400 уголовных дел. Крайную беспокойность вызывает широкое распространение и насаждение экстремистской идеологии, в первую очередь, среди молодежи. Противостояние этому злу является приоритетом в работе всех органов государственной власти и правоохраны. Сохранять стабильность на Кубани позволяет выработанная годами система безопасности, рассказал в свою очередь Вениамин Кондратьев. К охране порядка привлечены не только полицейские и силовики, но и муниципальная власть, казаки и общественность. Однако, по мнению главы региона, в нынешнее время важно не снижать бдительности. Как и по всей стране, в крае еще сохраняется террористическая угроза. И противостоять ей возможно только объединив силы, призывал Вениамин Кондратьев. Позиция и моя, и прокурора края, начальника ФСБ, начальника МВД по краю в том, что сегодня власть тоже не должна переваливать вот эту всю ответственность и всю работу только на правоохранительный блок. Там, где власть безразлична к проблемам населения или в целом проходит мимо проблем даже отдельно взятого человека, вот мимо этой проблемы не пройдут так называемые вербовщики. Поэтому мы здесь только все вместе, всем миром, как говорится, и всем блоком правоохранительным органам власти мы можем справиться и предотвратить беду, которая, конечно, ходит где-то, но зайти пока в наш регион, не говорю только про наш регион, не может. Только совместные действия. После прошла уже закрытая для СМИ часть совещания. На ней правоохранители обсудили усиление мер по противодействию террористическим группировкам. Объемы производства завода по изготовлению детского питания оценил Вениамин Кондратьев. Рабочий день главы региона накануне прошел в Тихорецком районе. 300 баночек в минуту, почти 25 тонн готового питания. Тихорецкий завод детских мясных консервов уже больше 30 лет является основным производителем такой продукции в России. Свои истории здесь гордятся не меньше, чем технологии производства, рассказывают на заводе губернатору. В составе консерв всего несколько ингредиентов. Мясо, вода и крупа, никаких добавок. Все удалось с импорта заместить исключительно кубанским сырьем. Для нас важна, безусловно, экономика, но еще важнее здоровье детей. Вот продукция, которая, у вас же заморозки нет, вы на охлаженке работаете. Ингредиенты все наши, даже не отечественные, а кубанские. Что мы ищем, перебираем на полках что-то? Не надо перебирать, надо рассмотреть эту продукцию, которая сделана здесь у нас. Еще одно предприятие с историей – Тихорецкий машиностроительный завод. Здесь выпускают железнодорожные вагоны, вагоны метро и трамваи. Былая слава начала утихать в прошлом году. Продажи снизились вдвое из-за отсутствия заказов. Пришлось сокращать штат. Тогда же завод посетил Вениамин Кондратьев. Спустя год после вмешательства губернатора заказы увеличились почти на треть. Удалось даже повысить зарплату сотрудникам. Только квалифицированных работников теперь найти не так просто, сетует руководство. Если вчера говорили о сокращении, то сегодня мы говорим о нехватке рабочих специальностей, о нехватке рабочих рук. Вот это и есть результат. На заводе планируют строить новые трамваи. Цена двухсекционного вагона – 70 миллионов рублей. К примеру, белорусские аналоги стоят порядка 90 миллионов. Очевидно, что местные трамваи будут выгоднее. Конкурентоспособности на руку играет и локализация производства. Более 70% здесь будет все из российского. Локализация будет более 70% российская. Тогда я думаю, давайте поддержим не просто, чтобы он пошел на российский рынок, он должен пойти на наш краевой рынок, в первую очередь на нашу краевую столицу Краснодара. После тяжелого производства Венимин Кондратьев оценивает, насколько легко жители Тихорецка могут воспользоваться госуслугами. В районном многофункциональном центре губернатора о работе МФЦ поговорил с посетителями. Вы ощущаете МФЦ, что к нему уже привыкли люди, то есть тропинка начала прорастать? Очень удобно. Вот все-таки в одно окно мы приходим и решаем столько вопросов, сколько за день невозможно обойти. С учетом нашего климата, я думаю, что это очень здорово. МФЦ доказал сегодня свою жизненную необходимость. Да. Это самое главное, потому что деньги немалые вкладываются в то, чтобы появилась не МФЦ, а сеть МФЦ, то есть чтобы расширилось количество услуг. И понятно, что это сегодня не в копеечку нам обходится. Но здесь не надо считать копеечку, не надо же считать рубль. Если людям удобно сегодня, то значит надо идти в этом пути. По какому пути идти самому Тихорецкому району, обсуждают уже на Большом собрании вместе с местными жителями. С начала года произошел существенный рост в промышленном производстве. Объем инвестиций в экономику за первый квартал оказался в 11 раз больше, чем за такой же период в прошлом году. Район возвращает себе статус промышленного. Чтобы этот процесс шел быстрее, необходимо связать внутренний рынок потребления с местными производствами, считает губернатор. Как пример, это простаивающий без дела колбасный цех, хотя для сбыта продукции есть все возможности. Наши предприятия не могут попасть на наш рынок, внутренний рынок. Ни районный, ни краевой. Это проблема, кстати, общекраевая. У нас есть представитель управления торговли здесь в зале. Нас, к краю кто-то приехал. Вы мне сказали, вы изучали вот эту возможность мощностей наших внутренних предприятий, мясоперерабатывающих, и с потребностями рынка. Нашего регионального рынка внутреннего. Слушайте, так вы возьмите, просто проанализируйте. Потому что мы говорим коллегам-главам, мы четко должны понимать, сколько сегодня мы производим в целом, в совокупности, в крае. И в каждой отдельно взятом районе. И сколько мы можем сегодня потреблять. Я не думаю, что мы столько производим, что мы максимально закрываем потребности края. А если мы не закрываем потребности края, тогда почему наши внутренние мясоперерабатывающие комбинаты не находят сбыта? Это первый вопрос, это к вам, по вашему учету, к вашему руководителю. А где, кстати, ваш руководитель? В отпуске. Вон еще и в отпуск ходит. Вы поанализируйте, на самом деле, чья продукция сегодня в ваших магазинах? В том числе и Тихорецкая представлена. Вы, конечно, право за потребителем. Но я глубоко убежден, что наши колбасные изделия ни в коем случае не хуже, а то и лучше соседей из других субъектов. Потому что дайте возможность нашим производителям, чтобы загрузить возможности внутреннего рынка мощностями наших внутренних предприятий. Возможности нужно давать не только крупным предприятиям, но и небольшим компаниям. В период экономической нестабильности увеличиваются случаи банкротства бизнеса, а работники перестают получать деньги. В Тихорецком районе долги по зарплатам предприятий банкротов достигли 19 миллионов рублей. Губернатор требует разбираться в каждом конкретном случае. Люди обязательно должны получить кровно заработанные, но доводить предприятия до распродажи имущества для погашения долгов. Крайняя мера. Я его на личном контроле держу зарплату и вы держите. Имущество, я еще раз подчеркиваю, это последнее, что можно взять в погашение задолженности. Хотя в принципе само банкротство не лучший способ. Давайте максимально хвататься за любую возможность сохранить любой бизнес. Маленький он будет или большой. Потому что работающий бизнес это рабочие места, а для нас главное налоги. Проще не допустить его распродажу и оставить предприятие на плаву. Вот это намного важнее. Это вот должен сделать настоящий хозяин. Тихорецкий район – ключевой железнодорожный узел Юга России. И здесь изначально больше возможностей для развития промышленного кластера. Имея такое преимущество, район обязан выбраться из группы территорий с развитием ниже среднего. Такую задачу губернатор поставил перед местным главой и проверить результаты пообещал через год. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Тихорецкий район. В поселке Лао отремонтировали улицу Таллинская. Своё дорожное полотно нуждалось в ремонте уже достаточно давно. Привели в порядок и морскую набережную. Что еще сделано в поселке и какие проблемы еще предстоит решить в Лао, расскажет Ольга Десятого. Вот так теперь выглядит улица Таллинская. Здесь решили давнюю проблему. Наконец появился качественный асфальт. Это проект администрации города, сочинских единороссов и жителей Лао. Дорогу перестелили совместными усилиями. Люди даже улицу не узнали, которые приехали отдыхать, потеряли улицу. Все время приезжали, пока не пили грязи, а тут, пожалуйста, дорога готовая. Не узнают сочинцы и гости курорта и морскую набережную. У этой территории появился новый арендатор и многое изменилось. Чисто, красиво, удобно. Пляж уже стал шире на 10 метров. Сюда завезли более 12 тысяч кубов гальки. И эти работы продолжатся. А совсем скоро в жизнь воплотят и проект по берегоукреплению, чтобы пляж больше не размывало. Какие еще вопросы нужно решить, обсуждали на сходе жителей Лао. На встречу с мэром Анатолием Пахомовым пришли активисты, неравнодушные к проблемам поселка. Одна из них, но уже решенная на 80%, это канализация. После многочисленных рейдов и вынужденных отключений абонентов, проблема начала решаться. Жители годами, сливающие отходы на рельеф или в ливневке, устанавливают лосы или подключаются к центральной канализации. Кстати, за последнее время усилиями городских властей здесь проложили 8 километров новых сетей и построили 17 насосных станций. Сегодня все это решено, море чистое. Думаю, что каждый из жителей сегодня в душе, который заплатил свои деньги за канализование, в душе даже рад тому, что произошло. Думаю, я внес свою лепту, сам бы этого не сделал, смотивировали, заставили. Сегодня решение хорошее, так мы ходим сами, море купаемся. Освещение на нескольких улицах, детские площадки, ремонт учреждений культуры – все это уже сделано в ЛАО только за последние полтора года. Впереди строительство парковки на 150 мест в районе жидовокзала, травмпункта на базе скорой помощи и такого долгожданного детского сада. Затронули тоже проблему с детским садом, уже идет разговор об этом в воздухе, два года витает. Наконец-то, если ее решат, потому что молодого населения очень много, мамы появляются, дети рождаются, жизнь идет вперед. Администрация города планирует начать строительство уже этим летом. Решится и вопрос пробок в поселке. Так, на улице Лазарева совсем скоро федеральные дорожники начнут строить надземный пешеходный переход. В Сочи в эти выходные будет ограничено движение транспорта. 25 июня в связи с проведением автомобильной горной гонки с 9 до 20 часов будет перекрыта улица от дорога на Большой Ахун от ресторана Пацха до парковки автомобилей на горе Ахун. А 26 июня в связи с проведением праздничного шествия выпускников с 18.30 до 20.00 будет ограничено движение транспорта от площади Северного Мола Морского порта по улицам Несебрская и Приморская до концертного зала Фестивальный, а также на площади Южного Мола. Продолжаем транспортную тему. Из 200 автомобилей 33 оказались неисправными. Таковы результаты рейда, который Сочинская ГАИ провела на популярных для джипинга маршрутах. Цель рейда в снижении числа ДТП с участием внедорожников, работающих по экстремальным туристическим маршрутам. Только в этом месяце сотрудниками ГАИ проверено около 200 транспортных средств, использующихся для перевозки пассажиров. 33 неисправных машины помещены на стоянку. За технические неисправности в автомобиле оштрафовано 16 водителей, за переоборудование 14. 15 человек привлечены к административной ответственности за незаконное предпринимательство. На 14 автомобилей собраны материалы для прекращения государственной регистрации. По статье 238 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за предоставление услуг, не обеспечивающим безопасность при предоставлении таких услуг. В этом году уже собрано 4 таких материала для дальнейшего передачи их в следственное управление для принятия решения. В прошлом году у нас было осуждено 2 гражданина за данные нарушения. Часто водители не обладают навыками вождения в горах и поймах рек, что требует особой квалификации, а маршруты и их безопасность слабо контролируются руководством фирмы. Туристам же, нанимая автомобиль, не следует стесняться. Требуйте у представителя турфирмы, чтобы джип был оборудован ремнями безопасности и детскими удерживающими устройствами. Проверяйте разрешение на перевозку пассажиров. Сочинские спасатели эвакуировали пострадавших квадроциклистов с хребта Ногойчук. Для этого пришлось задействовать вертолет. Вечером в отряд поступила информация о том, что на западном склоне хребта на Лаганахском Нагорье мужчина упал с квадроцикла, получил травмы. С мужчиной ехала его знакомая, которая при падении серьезных повреждений не получила. По словам диспетчера, связь с туристами постоянно обрывается, точное местонахождение установить не удается. Необходим поиск с воздуха. С базы Южного регионального поисково-спасательного отряда вылетел вертолет с шестью спасателями на борту. Пострадавшие были обнаружены. Спасатели на носилках транспортировали мужчину на борт, а его спутница смогла дойти до вертолета самостоятельно. Приземлившись на базе в Сочи, сотрудники МЧС передали квадроциклистов врачам скорой помощи. По предварительному диагнозу мужчина получил перелом ребер и ключицы. Пострадавший 61-летний сочинец, его спутница – 30-летняя жительница Санкт-Петербурга. Уроки безопасности прошли для самых юных сочинцев. Сотрудники хостинского подразделения МЧС приехали к воспитанникам детского сада номер 41. В начале встречи спасатели напомнили детям о самых простых правилах нахождения на улице в жаркую погоду, поведения в лесу и на море. Рассказали о работе спасателей, показали оборудование, которым оснащен служебный автомобиль. Продемонстрировали принцип работы различных гидравлических инструментов – бензопил, бензореза. Развернули световую башню, необходимую для освещения места чрезвычайной ситуации в темное время суток. Также детям показали носилки для транспортировки пострадавших из леса. На них есть специальные крепления для фиксации человека. Дно носилок сделано таким образом, чтобы зимой, работая в горах, можно было их с легкостью катить по снегу, как санки. Событием для детей стало общение с лабрадором-спасателем по кличке Гера. Кинолог продемонстрировала навыки ловкости и послушания своего питомца. В завершении встречи дети смогли поиграть с лабрадором. Также все желающие примерили на себя каски и шлем пожарного. Всероссийская благотворительная акция «Долг памяти» проходит в Сочи. Ежегодно на курорт приезжают члены семей полицейских, погибших при исполнении служебного долга. Организация отдыха производится за счет средств фонда защиты семьи и добровольных пожертвований. За 20-летнюю работу акции «Долг памяти» сотни семей из разных регионов России смогли отдохнуть в лучших здравницах Краснодарского края. В этом году больше 50 детей, чьи отцы не вернулись из боевых командировок, получили возможность приехать с мамами, бабушками или опекунами в один из гостиничных комплексов эмеретинской низменности. В течение 10 дней участники благотворительной акции отдыхают и совершают экскурсии по городским достопримечательностям. Елена Безволенко с дочерью Викой и сыном Георгием приехала в Сочи впервые. Говорит, забота чувствуется постоянно. Хорошо, что дети на море могут съездить. Возможности не у всех бывают. А здесь на море приехали на 10 дней. Да, купаться? Купаться? Да, купаться. И остальное веселье. Такие каникулы дают возможность ребятам укрепить здоровье, пообщаться со сверстниками, а их родные или опекуны могут обменяться опытом в решении важнейших жизненных проблем. Сегодня с участниками акции встретился руководитель управления по работе с личным составом главного командования войск Национальной гвардии России Андрей Мальченко. Большое вам спасибо за то, что в непростой жизненной ситуации вы сохранили человеческое достоинство. За то, что тяжелейшие в этой ситуации вы смогли найти в себе силы и продолжать правильно воспитывать своих детей. Для участников акции был организован небольшой концерт с участием ансамбля 46-й ордена Жукова отдельной бригады оперативного назначения войск Национальной гвардии. А генерал-майор Мальченко вручил детям подарки. Электронные книги пригодятся многим ребятам в учебе, а члены семей погибших военнослужащих смогли обсудить волнующие их вопросы. Сегодня состоялась межведомственная комиссия по охране труда. На нее были приглашены предприниматели, которые не стоят на учете как работодатели, но владеют кафе, столовыми, гостиницами, трудоустраивают людей и платят им серую зарплату. В итоге в преклонном возрасте такие работники получают минимальную пенсию. Как с этим борются, расскажет Елена Овсецына. Даже в среднем возрасте люди редко думают о будущей пенсии. И вот когда приходит время ее оформлять, она оказывается мизерной. Сил на подработку нет и жить на 6 тысяч невыносимо. А всему виной вот такие нерадивые работодатели. Сегодня на заседании межведомственной комиссии пригласили предпринимателей курортного городка. Вы из 12-го года? 12-й, 13-й, 14-й, 15-й и 16-й, вы говорите, еще не начали. Ну, 4-й, 5-й год люди у вас работают. Вы, они же работают, 10-20 человек, которые у вас работают, не оформленные. И на них не идет отчисление. Потом они будут ходить собирать эти справки, а у них их нет. И пенсионный фонд им будет говорить, у вас нет, вы не работали. Я хочу разобраться со своим бухгалтером, да, почему у нас не проводились отчисления. 4 года не платим, не оформляем людей, 4 года не оформляем людей законным образом, трудовыми договорами. И не выплачиваем ни налог на физических лиц, ни налог на пенсионный сбор. Такие же претензии у администрации к столовой Поляна, кафе Бистро, Орли, гостиницам Прима, Хоста. Руководители не оформляют официально своих сотрудников, ограничиваясь зарплатой в конвертах. Не делают отчисления в налоговые органы и в пенсионный фонд. И такая ситуация длится давно. Как показывает статистика, 75 тысяч сочинцев работают нелегально, обрекая себя на нищенскую старость. Разговор мэра с работодателем получился жестким, но справедливым. Каленым железом будем вот это из вашей ментальности убирать. Потому что нет совести, страх потеряли. Страх перед Богом потеряли. А это страшнее всего. Пенсионерка Нина Папазян помогает кафе «Фрегат», где тоже проблемы с отчислениями, в бухгалтерских делах. Вынуждена так подрабатывать, потому что пенсия маленькая. А маленькая как раз из-за бывших, неответственных работодателей. Я сама отработала 15 лет на предприятии общественного питания на сезонном, где я начисляла заработную плату только, допустим, с мая по сентябрь месяц. Естественно, это 90-е годы, ну и 2000-е, это самая зарплата, конечно, была маленькая. 8-7 тысяч. И представьте, что получилось, что у меня из 15 лет я отработала 7, грубо говоря. И с минимальной зарплатой. И теперь я получаю пенсию 7 тысяч. В результате того, что частные предприятия обошли закон и вовремя нетрудоустроили официально своих работников, в Сочи 41 тысяча пенсионеров, которые получают пенсии ниже 10 тысяч рублей. Муниципалитет создает ряд мер социальной поддержки. Например, такие пенсионеры освобождаются от уплаты земельного налога. На протяжении 9 лет дополнительную социальную помощь из городского бюджета получают 13 тысяч пожилых сочинцев. В этом году по просьбе главы города депутаты приняли решение об оказании дополнительной единовременной социальной помощи. Это 840 рублей пенсионерам, чьи пенсии меньше 10 тысяч. Потратить эти деньги они могут по своему усмотрению. Тем не менее, социальная поддержка не должна быть единственным источником помощи. И в первую очередь, самим людям необходимо заранее думать о своей старости. И не должны пенсионеры все время жить с протянутой рукой, чтобы переломить ситуацию в курортном городе с неформальной занятостью, будет действовать жесткий контроль и система штрафов. За одного официально нетрудоустроенного человека придется заплатить 120 тысяч рублей. Гелена Всецына, Николай Тихонов, телекомпания ФКТ. Член общественной палаты Константин Затулин встретился с сотрудниками санаторно-курортного комплекса «Знание». После небольшого вступительного слова Константин Затулин сразу перешел к делу. Ответ у нас злободневный и актуальный для города вопросы. Один из них – состояние пляжных территорий и доступ на них местным жителям. Вопрос открытого побережья в Сочи остается открытым на протяжении многих лет. По словам Затулина, ограничение доступа граждан к воде – это прямое нарушение российского законодательства. Услугой за деньги, по словам политика, на пляжах может быть только аренда зонтиков и шезлонгов. Законность платы за выход к морю – под сомнением. Должен быть один забор в городе Сочи на пляже, это на государственной резиденции Бочаров ручей. Ну, может быть, еще там, где воинские части, если они размещены, там объекты безопасности. Но ни в коем случае ни санаторные, ни прочие пляжи не должны преграждать море. Территория санатория должна заканчиваться перед пляжной с полосой. Не могли обойти навстречу и важную тему тарифов на услуги ЖКХ. По словам Константина Затулина, зачастую цены в этой сфере завышаются необоснованно. За счет населения те или иные компании хотят покрыть свои расходы. Например, на заоблачные зарплаты руководящего состава. Прозвучала в аудитории и критика в адрес программы капитального ремонта. На этот вопрос также есть определенный план действий. Дума нового состава должна будет вернуться к этому целому реформе капремонта и разобраться и предложить другие решения. Потому что ту схему, которую предложили, она не работает. Фонды все без исключения, краевые, областные, не только в Краснодарском крае, не выдерживают критики. Что касается адресного решения проблем, то для этого в городе работают приемные Константина Затулина, куда в частном порядке может записаться любой житель города. Татьяна Говоркова, телекомпания ФКТ. В Сочи сегодня начала свою работу 96-я выездная летняя сессия Национальной школы гастроэнтерологов и гипотологов. В таком составе специалисты собираются в Сочи уже во второй раз. Ключевые участники – крупнейшие города Кубани и Адыгеи. Это преподаватели, ассистенты, доценты, терапевты, гастроэнтерологи, педиатры, эндоскописты, хирурги и врачи других специальностей. Главные темы 96-й летней сессии Национальной школы гастроэнтерологов и гипотологов – это гастрит, желчекаменная болезница, рост печени, заболевания желудка. Семы очень актуальны. Уже, в принципе, те знания и тот опыт, которым мы обменяемся на данной конференции, однозначно будут востребованы в нашей ежедневной практической деятельности. На подобных сессиях школы гастроэнтерологов и гипотологов врачи получают последнюю информацию мирового уровня о достижениях, разработках, перспективах развития всех направлений гастроэнтерологии. Школа служит единственной общественной структурой непрерывного после вузовского развития врачей этого профиля в России. К другим новостям. На железнодорожном вокзале Сочи сегодня пели хором. Там прошел флешмоб в поддержку всемирных хоровых игр. Они стартуют на курорте 6 июля. В Сочи продолжается активная подготовка к масштабной вокальной олимпиаде. В сегодняшнем флешмобе приняли участие артисты сочинского камерного хора. Слушателями стали пассажиры, пользующиеся железнодорожным транспортом. На прошлой неделе русские песни звучали в международном аэропорту Сочи. Напомню, всемирные хоровые игры начнутся на курорте через полторы недели. В искусстве хорового пения будут соревноваться 12 тысяч участников, 281 хор из 32 стран мира. Песня. Мы представляем камерный хор в Сочинской филармонии. И представляли мы этот флешмоб с целью всемирных хоровых игр. Мы ждем всех с нетерпением у нас в Сочи. И очень ждем этого события. Готовимся к нему. И очень счастливы, что мы принимаем в нем участие. Сегодня на центральном пляже Сочи было особенно многолюдно. На курорте, кстати, 15-й год подряд отметили День пловца. В заплывах приняли участие более 700 человек. Потеснили курортников в акватории. Пляжи Маяк, сочинские спортсмены, ветераны плавания, городские чиновники, да и просто местные любители водного отдыха. Первыми показательные заплывы устроили воспитанники детско-юношеских спортшкол. От буны до буны ребята плыли брасом, кролем, бутерфляем, на спине и вольным стилем. Юных пловцов в городе все больше, отмечают тренеры. Но задача организаторов привлечь к здоровому образу жизни еще больше горожан и развивать массовые виды спорта. Что касается директоров спортивных учреждений, то мы считаем, что это просто обязательно. Любой директор, он должен своим примером показывать, что он спортсмен. Какой же он директор спортивного учреждения, если он не может просто прийти сегодня и хотя бы финишировать, не знаю, в двадцатке, наверное. Это обязательно. Именно этот город, именно здесь, именно в Сочи, День пловца, он максимально актуален. И обещаю, что каждый год этот праздник будет в городе Сочи проходить. Своё мастерство вместе с директорами спортшкол и их воспитанниками продемонстрировали ветераны плавания и сотрудники мэрии, многие из которых здесь оказались впервые. И, как оказалось, благодаря хартии Сочи – город без табака. Распрощавшись с вредными привычками, чиновники стали более спортивными, отмечают в Департаменте физической культуры администрации города. Победителей сегодня было много. Для каждого подготовили кубки и медали. А вот в так называемом ВИП-заплыве первое место занял директор Департамента транспорта и связи, а по совместительству руководитель Федерации плавания города Сочи. Вот сейчас показал, что тоже могу немножко что-то ещё в своём возрасте сделать. А мы выиграли заплыв, и так и должно быть. И скажу, это огромный праздник, огромное удовольствие. Ну и чем можем, показываем пример нашей молодёжи, потому что молодёжь должна заниматься спортом. Молодёжь должна понимать, что в спорте она может добиться успеха, в результатах, быть первыми. Это здорово. Многие любители водного отдыха, которым сегодня посчастливилось попробовать свои силы и проплыть вместе с профессионалами, решили записаться в бассейны и спортивные секции. И это тот самый ожидаемый результат. Ольга Десятого, Инга Габеша и Алексей Давыдов, телекомпания «ФКТ». И на сегодня это все новости. Завершаем выпуск информации от наших партнёров. Сеть салонов тканей для дома предлагает широкий ассортимент тканей, текстиль, постельное бельё и пошивштор на заказ. Все новости уже на нашем сайте fkt.com. В студии Блэйн Гагабеша всего вам самого доброго и до встречи в эфире. Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room DALS, студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством её основателя Дарьи Далс. Продолжение следует...